итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас вторник 4 декабря и давайте с вами взглянем на график пары евро доллар увидим что вчера волатильность была достаточно низкая выход разных фундаментальных данных прежде всего по германии италии производственная активность показала рост как и по еврозоне что оказала поддержку европейской валюте однако зато затем данные по производственную индекс аэсэм которые также оказались лучше прогнозов экономистов не поддержали американский доллар и видим что не удалось пробиться ниже продавцам евро важных уровня важного уровня поддержки 13 10 что пока формирует дальнейший спрос который может привести сегодня пробой закреплению выше уровня 1 14 2 0 прорыв этого диапазона открывает хорошую перспективу по восходящей тенденции в район 14 33 и 14 71 напомню что поддержку евро оказывает достигнутое соглашение между сша и китаем по торговому конфликту который пока перерос в стадию ожидания пошли страны на уступки некоторые что пока и приводит к спросу на рисковые активы в случае если мы сегодня не закрепимся выше уровня 14 2 0 формирования здесь сложного пробоя будет сигнал продажам на основной целью является середина канала это диапазон 13 50 и покупать на отскок по прежнему можно от нижней границы 1309 что касается британского фунта здесь мы видим большой всплеск волатильности она в целом ни с чем не связано подходящее время и голосование в парламенте по брэксит а это 11 декабря не видим что волатильность фунта постепенно увеличивается не удалось нам закрепиться ниже поддержки 27 20 27 30 это минимумы от 15 ноября и пока торговля ведется выше этого диапазона можно рассчитывать на спрос на британский фунт закрепление выше 27 75 27 78 будет сигналом к покупкам к верхней границе 28 23 где сегодня можно смотреть продажи фунта сразу на отскок неудачно закрепление выше диапазона 27 78 будет сигналом к продажам как и прорыв уровня 27 22 который придет более мощный распродажа британского фунта на 26 63 и 26 25 здесь можно смотреть длинные позиции сразу на отскок